Рождение сына сильно изменило жизнь семьи Васильевых. Арсений долгожданный и очень желанный ребенок. С рождения у малыша серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы было на что лечить сына, семье пришлось продать все свое имущество. Дважды переехать в поисках хорошей работы и врачей. Но и этого, как оказалось, недостаточно. Сейчас сложилась такая ситуация, что ребенку срочно необходима коляска и специальный фиксатор для ног. А денег на их приобретение взять уже просто негде. Сенечка родился на два месяца раньше ожидаемого срока в результате экстренного кесарево сечения. Во время родов малыш получил серьезнейшую травму позвоночника. Но об этом семья узнала только спустя полтора года. Когда ребенка выписывали из роддома, никто этого и не предполагал. В реанимацию мы попали, все хорошо, УЗИ показалось все прекрасно, все хорошо. С шею нам никто не посмотрел. Но нас выписали через полтора месяца. Мы набрали свой срок и из нас выписали. Будут небольшие проблемки, но так как вы родились раньше срока, не надо ребенка торопить. То есть если здоровый ребенок садится в 6 месяцев, вы, соответственно, сядете в 8 месяцев. Ну, смотрите по навыкам, будут отставать. Конечно, будут отставать, но на это не стоит обращать внимания. Одновременно со сверстниками переворачиваться и садиться Арсений не начал. Ему поставили диагноз – детский церебральный паралич, присвоили инвалидность. Но причины, почему ребенок отставал в физическом развитии, найти так и не удавалось. К полутора годам малыш уже успел пройти несколько серьезных курсов реабилитации. Но они, к сожалению, не помогли. Вот правда не было. Бились, бились, как будто в закрытую дверь. Потом мы нашли хорошего мануального терапевта, как казалось бы, по отзывам. Три месяца мы к нему ездили три раза в неделю. Нет, результатов нет. Нет. Делали массаж. Результатов нет. Делали иголки. Результатов нет. Выписали. Дорогой очень препарат. Ну, цереброкурин, он хороший, действительно. Результатов нет. Пробуешь другую методику, едешь в Башкирию, в Москву, везде, в каждый город, пытаешься, ищешь другие методики. Ищешь, ищешь. И только в полтора года мы, когда решили посмотреть наши позвонки, что-то там происходит, а их на месте-то нет. Они рядом стоят на 0,7, на 0,5 мм. Это большая роль играет. Арсению было полтора года, когда на одном из обследований ему впервые сделали снимок позвоночника. И сразу стало понятно, что задержка в развитии ребенка связана с родовой травмой позвоночника. Ортопед уже дальше пошел. Давайте сделаем снимки шейных. И вот ближе уже полутора лет нам выяснилась причина, что это родовая травма. Два позвонка не стоят на месте у нас. Те, которые отвечают вообще за основу нашего тела. Это шея и поясница, да. Которые держат вообще нас весь корпус. Они не стояли на месте, перекрывали кислород головному мозгу, потому что не давали ребенку, соответственно, развиваться, как положено. Не давали столько крови, сколько нужно в мозг для развития полноценного ребенка, да. Все это защемлялось. Ребенку больно было. Он боль такую испытывал, что постоянно плакал, кричал. Я понять не могла, почему, где. Голову все проверили. А, ну вот оно где появилось. Практически сразу, как Арсению вправили смещенные позвонки, началось физическое развитие. Слава Богу. Мы приехали с Челябинска в нашу деревню. Нам поставили позвонки. Мы положили, как обычно, ребенка на диван. И пошли раздеваться до коридора. Слышим такой грохот. Ребенок у нас упал. Он зашевелился и перевернулся с дивана. Упал. Это страшно. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что твой ребенок перевернулся. Это, ну, как объяснить, я не знаю, ребенок почти два года лежал на одном месте. И тут он начал переворачиваться, поднимать голову так, как надо. То есть, вот это вот наше достижение первое самое. С момента, как началось физическое развитие ребенка, прошло два года. Все это время Арсения лечит едва ли не каждый день, как дома, так и в различных центрах. Недавно малыш порадовал родителей очередным достижением. Начал садиться самостоятельно. Это очень большая победа. Два года, в общем, мы за границей лечились. И в разных городах перепробовали методики, причем бесперестанно. То есть, у нас заканчивалось одно лечение. Мы ехали в другой город на другое лечение. Был такой промежуток, что я была на выходных всего два дня или один день на сборы только. Быстро все, увидимся, все. И я уезжала в другой город. Приезжала сюда. Здесь другое лечение. Давай, переворачивайся. Давай, давай еще. Ну, переворачивайся, давай, а потом картинки смотреть будешь. Давай, руку доставай. Руку. Доставай, доставай, доставай. Так, ноги сгибаем. Еще, 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 сам, сам. Давай. Вот давай, давай. Давай маленько еще. Маленечко, маленечко. Садись давай. Сейчас, польский коврик, да? Ну, давай. Ну, садись, садись, не бойся. Садись. Вот так. Молодец, молодец. Встал? Да, все, все. Помимо остальных проблем с рождения, у Арсения стоял диагноз дисплазия – недоразвитие тазобедренных суставов обеих ног. На протяжении первого года жизни, помимо другого лечения, малышу также устраняли и эту проблему. После того, как удалось справиться с дисплазией, Васильевы переключили внимание на решение других проблем со здоровьем сына. Их тем более было предостаточно. Но постепенно ноги у Арсения начали перекрещиваться в коленях. К лечению ножек пришлось вернуться вновь. В прошлом году Арсения обследовали в Екатеринбурге. Врач, осмотрев ребенка, предложил сделать снимки тазобедренных суставов. После первого года жизни, когда удалось справиться с дисплазией, до того момента их больше не повторяли. Наши ядра, которые мы так долго выращивали, они у нас просто превратились в диски. Не в кругляшки вот эти вот наши, не в ядро, а в полудиск, сплюснутый под воздействием нашего тонуса. И неправильного угла наших тазобедренных суставов, которые, как у детей, должны быть под одним углом, они у нас просто уже вертикально. Там нет уже угла практически никакого. У здоровых детей у нас идут ножки вот отсюда, с этой части. У Сени они идут уже все, они вертикально, они уже никуда не двигаются. Ядра, они должны быть круглые, и они должны быть внутри тазобедренной части. Они у нас вышли, они у нас уже шоркаются. Вот в этом самое страшное. И это называется подвыхи. Причем с большим углом 170 градусов. Все, если еще чуть-чуть выйдет, это будет уже выех. В сентябре в клинике имени Елизарова Арсению предстоит серьезная операция. Поочередно на тазобедренных суставах обеих ног. Она будет длиться от 4 до 6 часов. Нам будут вставлять титановый имплант. Первую ногу оперировать будут откалываться от кости. И у нас будет треугольный осколочек, который будет вставляться в голеностоп, поднимая, тем не менее, ногу в правильное положение. Через 4 недели будет оперироваться вторая нога. В гипсах мы будем на распорках находиться 6 недель. После такой серьезной операции очень важно, чтобы ножки не вернулись в прежнее положение. Арсению нужно надевать специальное приспособление для ног – ортез СВОЖ. Эта конструкция фиксирует ноги в правильном положении. В ней ребенок будет находиться по несколько часов в день на протяжении всей жизни. Но начинать одевать ее нужно уже сейчас, до операции. СВОЖ – это специальная ортеза, которую придумали, я считаю, что гениальные люди. Потому что она поддерживает не только верхний корпус ребенка, а также ставит положение правильное ноги. Эта забедренная часть она ставит именно в правильном положении. Что даже при любом тонусе, есть тонус ребенка, нет тонуса, ноги будут становиться идеально правильным в положении. И они будут привыкать в этом положении становиться. То есть кость будет двигать так, как надо. Ребенок сможет ходить в них, если при нашем положении нам нельзя даже стоять, то он сможет ходить, он сможет полностью сидеть. В те шесть недель, пока ребенок будет находиться в гипсе после операции и в будущем, Арсению, конечно, очень нужна хорошая инвалидная коляска. Та, что сейчас есть у семьи, весит больше ребенка. И очень неудобно. Она очень габаритная, она очень тяжелая, она весит больше, чем сам ребенок. 27 килограмм она весит. Она не влазит ни в один лифт, только в грузовой. Но не будем же мы снимать квартиру специально с грузовым лифтом, правильно? Нам приходится ее таскать по лестницам, спускаться, ждем папу, когда папа придет с работы. Если папы нет, мы не гуляем, потому что мне очень тяжело это сделать. Если я спустись, спущу, то затащить мне ее уже будет нереально по лестницам обратно. Если приходится ездить на какое-то лечение, Альмира чаще всего носит сына на руках. Это непросто, но легче, чем на коляске. Поднять сына с гипсами она, конечно, уже не сможет. За рубежом давно производят хорошие, легкие коляски для детей-инвалидов. Но стоят они так много, что простой семье их покупка просто не под силу. Грузоподъемность ее всего составляет 7 килограмм. Складывается она тростью, как зонт, не больше зонта занимает место. Но она практичная, практичная во всем. То есть там та же есть ступенька для ног, те же ремни, та же ортопедическая спинка. Но складывается она и раскладывается очень за 2 секунды. И малогабаритная, места занимает очень мало. То есть ее спускает по лестницам очень легко, 7 килограмм всего. А в лифт вообще идеально влазит. Вообще 2 человека в лифт влазит, то есть еще с ней. Она стоит 93 тысячи. Маклорен Джуниора называется немецкая, да. Получить такую коляску за средства от государства невозможно. Также Арсению не предоставляют и СВОЖ, который так необходим ребенку и сейчас, и понадобится на протяжении всей жизни. Мы приехали в ортопедический центр, для того, чтобы узнать, что это вообще за аппарат, для чего он нужен, практически мы знаем, сколько он стоит. Когда мы узнали цену за облачную, 102 тысячи, мы просто начали... Я даже не знала, куда обратиться. Я в первую очередь позвонила в соццентр, в соцстрах, где нам выдают. Нам сказали нет. Если вы хотите получить СВОЖ, вы должны отказаться от памперсов, которые тоже для нас немаловажны, мы без них вообще не можем. И обувь, которая также является нашей одеждой, нашим всем. Без нее мы тоже не можем обойтись, которая фиксирует наши ноги в правильном положении. Своего жилья у семьи нет. Все давно продано. В Екатеринбурге супруги снимают квартиру на окраине. Также Васильевы до сих пор выплачивают кредит за прошлую поездку на лечение. Денег на коляску и СВОЖ у них, конечно, уже нет. А откладывать покупку нельзя. И то, и другое очень нужно Арсению. Дорогие наши, давайте сегодня мы поможем этой семье. Невозможно вместить в 15 минут программы все то, что прошел шестилетний мальчик за свою жизнь. Без помощи этой семье уже попросту не справиться. Арсению Васильеву очень нужны молитвы неравнодушных людей и помощь в приобретении ортеза и коляски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова